Здравствуйте! Сегодня мы с вами поговорим о треугольнике красоты. Так иногда называют ненавистные всеми брыли, вторые и третьи подбородки и отсутствие желаемой выраженности скул. На самом деле, конечно, всем хотелось бы, чтобы не было брыли, чтобы подбородок был один и был чёткий овал. И достаточно выраженные скулы. На самом деле, эти проявления называются деформационным типом старения, когда лицо с возрастом плывёт вниз. И надо сказать, что это самый неблагодарный тип старения, потому что выглядит он гораздо менее презентабельно, к сожалению, чем мелкоморщинистый тип старения с чёткими контурами лица. Но, увы, для большинства моих соотечественников славянского типа характерен именно деформационный тип старения. Что же с этим можно делать, с этим типом, для которого характерен ПТОС, то есть опущение тканей, общая рыскалость и склонность к отёкам? И какие можно вообще предпринять меры, за исключением, естественно, пластической хирургии или контурной пластики, которая имеет возможность как-то более радикально решить эту проблему? Но не все на это готовы морально, физически и материально, поэтому как хотя бы затормозить процесс в не очень запущенных случаях? В первую очередь надо сказать, что два фактора немаловажных, которые влияют на чёткость овала и все вот эти вещи, вышеперечисленные мной, это осанка и отсутствие избыточного веса. То есть стабильный вес в течение жизни позволяет после 40 лет сохранить более чёткий овал. Если вес гуляет в пределах 10-15 кг плюс-минус, то это сделает значительно сложнее. Осанка тоже очень влияет, то есть тонус мышц шеи, плечевого пояса очень сильно влияет тоже на чёткость овала, к сожалению. Кроме того, тонус мимической мускулатуры. В первую очередь это подкожная мышца шеи, то есть платизма, и опять-таки остальные мышцы шеи, которые формируют осанку, и мышцы мимические лица, которые называются депрессоры. То есть те мышцы, которые находятся в основном в нижней трети лица и тянут ткани вниз. Поэтому при гипертонусе депрессоров, при таком недовольном выражении лица, к сожалению, все вот эти вот некрасивые проявления деформационного типа старения усугубляются. Что можно сделать? Во-первых, понятно, что контролировать вес, следить за осанкой. Какие ещё есть варианты? Очень много телодвижений, направленных на избавление от проявлений деформационного типа старения, направленных на удаление лишней воды из тканей области лица и шеи. И это как раз избавление от отёчности или контроль за этим процессом позволяет сохранить более чётким контур лица. И это включает в себя, естественно, и определённый питьевой режим здоровья. Если отёки вызваны внутренними патологиями, то, как говорится, нужно лечить внутренние патологии. Если же мы злоупотребляем переувлажнением кожи, делаем на ночь кучу всяких увлажняющих масок, которые нам, в общем-то, например, не показаны, плюс пьём много жидкости на ночь, то, естественно, с утра мы будем отёчные и пастозные, что усугубит эти все некрасивые проявления. Кроме того, мы можем делать регулярно лимфодренаж. То есть я сейчас говорю о том, что мы можем делать сами, без участия в профессиональной косметологии, например. То есть мы можем делать лимфодренаж, у нас есть видео на эту тему, постараемся дать ссылочку на него как можно за 5 минут, хотя бы такой самый простой лимфодренаж себе хотя бы один раз в день делать. Это позволяет улучшить отток лимфы от лица, от головы, шеи и, соответственно, опять-таки способствует уменьшению проявлений вот этого деформационного типа старения. Кроме того, мы можем использовать средства, которые механически будут подтягивать кожу и улучшать микроциркуляцию, то есть улучшать качество кожи, тонус её. Например, сыворотка гильтековский актив лифтинг с кофейным полуланом. У неё есть и такой эффект сразу, который даёт полулан, и эффект накопительного улучшения кровообращения лимфодренажа за счёт кофеина. То есть можно регулярно использовать. Что ещё важно, если мы эти все требования выполняем, и при этом не обращаемся к тяжёлой артиллерии, пластической хирургии и контурной пластики, то, в принципе, до вполне себе вменяемого возраста бальзаковского и постбальзаковского мы можем сохранить приемлемую чёткость овала и не обзаводиться вторым подбородком. Что касается скул, здесь уже за тонус верхней трети, средней трети лица отвечают мышцы-леваторы. Мы, в принципе, можем использовать какие-то аппаратные процедуры в кабинете косметолога, такие как микротоковая терапия, чтобы регулировать, приводить в норму тонус мимические мышцы. Также микротоковая терапия хорошо снимает отёчность. Можем опять-таки использовать какие-то массажные техники, как у профессионала, так и самомассаж. И таким образом решать постепенно эту проблему. Если наше видео было вам полезно, будем благодарны за лайки, за подписку. И нажимайте на колокольчик, чтобы первым узнавать о выходе новых наших видео. До встречи в комментариях из следующих видео. До встречи в следующих видео.